В последний по летнему погожий денек в Иванове состоялась заключительная третья часть автомобильного фестиваля «Жаркое лето-2015». Музыка, скорость и драйв. Мероприятия в этом году проводились впервые и буквально сотрясли город. Третья часть фестиваля оказалась спокойнее остальных, но не менее зрелищной. В программе мероприятия автозвук, дрифт-такси, различные конкурсы, выставка тюнинг автомобилей. Мы хотим, чтобы это лето всем запомнилось, сегодня с погодой нам повезло, и чтобы в зимние скучные вечера все помнили, что было этим летом. В состязаниях по автозвуку приняли участие самые прокачанные в музыкальном плане авто. В салон помещают специальный прибор, который измеряет уровень звукового давления. На вопрос, к какому идеалу они стремятся, владельцы оглушительных тачек отвечают. Собрать более бюджетную систему, чтобы выдавало большие цифры, чем у конкурента. Чем меньше затратится, тем больше выдастся. Вот цель основная идет. Тюнингованными автомобилями сейчас мало кого удивишь. Зато это удалось ветеранам отечественного автопрома. Ивановский ретро-клуб представил на фестивале автомобилей с историей. Игорь коллекционером стал случайно. Лет пять назад я встретил вот этот клуб. У меня еще даже машины не было. И как-то вот с людьми стал ходить на их мероприятия. И потом приобрел в «Волгу» ГАЗ-21. В течение пяти лет ее сделал, долго восстанавливал. И вот так стал с ними везде участвовать. У меня машины и призы выигрывают. Интересно вообще, мы ездим, общаемся. Этот малыш «ЗАЗ-965» 1966 года выпуска. Последнее приобретение любителя ретро-авто. Вот взял его в таком состоянии, как он сейчас есть. Еще пока ничего не делал. Но планирую в будущем восстановить его полностью, как он должен быть. Салон. Ну, все как с заводского, как от завода вышел. В каждом таком автомобиле есть своя душа. Которая вот садится в машину, уже чувствует, что вот это время, кто-то на ней ездил, нас еще не было. А эти машины до сих пор ездят и в нормальном состоянии. В этом советском вездеходе ГАЗ-69 теперь сердце от иномарки. Но душа по-прежнему русская. Сергей автомобиль достался в убитом состоянии. История банальная. То есть, как у всех ГАЗиков 69-х. То есть, изначально служба в армии, потом он работал у одного из инспекторов ГИБДД. Потом достался коммерсанту, который ездил в ней в лес и конкретно убил. И потом уже за 5 рублей досталось мне. Потребовались годы ухода за четырехколесным старичком, чтобы вдохнуть в него жизнь. И подарить вторую молодость. Теперь он бегает, как новенький. Это не музейный экспонат, а настоящая рабочая лошадка. На этом автомобиле я натурально езжу постоянно. То есть, он мне постоянно нужен. То есть, я часто буксирую машины и езжу довольно далеко. Например, Краснодарский край или Дагестан. Ну и, конечно, под занавес традиционный дрифт. На этот раз не соревнования. Ощутить на себе, что такое управляемый занос, предложили зрителям. Вырученные средства от дрифт-такси и продажи сувенирной продукции традиционно пойдут на благие цели. Наталья Гутайна, Андрей Семеновоков, РТВ Иваново.